здравствуйте дорогие товарищи сегодня с вами снова я алексей рыбин и лучшие пластинки рок-музыки лучшие записи я как настоящий такой блогер дает от которых много очень ведь сегодня я покажу вам лучшие записи по да 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 не а я просто свои любимые пластинки показываю и все может быть они не ваши любимые но мне они нравятся потому что я мало того что слушаю современную музыку очень много и часто иногда даже показываю их но в первом счете я хочу вспоминать то на чем я вырос например вот на этом например на пластинке группы t-rex названием слайдер фотографии ринга стара очень известная в том смысле что это то марк волана фотографировал фотографировал ринга стар и специально такое изображение с зерном очень хорошее мне мне очень нравится если бы это было изображение четко сфокусированное было бы сшим не то а так вот это вот размытость это зерно это полный кайф очень очень ну скажу стильно наверное да в любом случае красиво и вот эту обложку мы можем видеть например в фильме о счастливчик замечательному в эпизоде когда ближе к финалу главный герой абсолютно нищий избитый голодный макдауэлл ведет по улице в лондоне и вся витрина магазина уставлена пластинками слайдера ну пластинка надо сказать продавалась не так хорошо как предыдущая electric warrior но хорошо тем не менее и в англии и в европе и в соединенных штатах америки что главное потому что соединенные штаты америки были и есть главный музыкальный рынок нравится нам это не нравится нам это но это факт и если пластинка не продается в америке то в общем уже успеха успех есть но он локальный мировой успех приходит с хорошими продажами в америке ну вот так повелось что тут поделаешь ничего но тем не менее там все было хорошо со слайдером макболом был на пике но это не главное для меня главное что молодость моя 79 80 81 82 годы прошли в компании замечательных людей андрея панова свина виктора цоя майка науменко бориса гребенщикова мы веселились от души просто и майк был главный фанат группы тирекс и марка болона знал про болона все на тот момент времени что можно было только вычитать в газетах там не musical экспресс которые какими-то путями к майку доходили до майка и он зная английский язык читал переводил нам рассказывал про марка болона собирал пластинки что было непросто на самом деле в те годы хотя пластинки были конечно на толчке на черном рынке да но тирекс так собрать не могу сказать что группа пользовалась огромной популярностью среди барыг толчковых там вот юра и хиппл дзеппелин дипеопл это да это это было да а тирекс как-то как-то не так шел но это это издержки воспитания что называется извращенная картина музыкального мира никто в этом не виноват потому что информация до советских меломанов доходила очень дискретно и не всегда соответствовала популярность групп которые популярны были у нас соответствовала их популярности во всем остальном мире но это тема для отдельного разговора опять-таки ничего страшного в этом нет никто в этом не виноват это объективные такие предлагаемые обстоятельства в которых мы существовали но что касается пластинки я могу сказать что это один из тех дисков которые можно назвать идеальным альбомом вот он идеален со всех точек зрения таких альбомов довольно много но не шибко много да вот кто может назвать идеальную пластинку такую вне зависимости от вкусовых пристрастий я например скажу что пластинка the dark side of the moping floyd на мой взгляд это идеальный альбом просто вот там ничего не прибавить не отнять вот там все там все прекрасно пластинки beatles например with the beatles help идеальные альбомы револьвер хотя он уже на мой взгляд не не совсем тот beatles который мне нравится но тем не менее там все хорошо пластинка я беру от который я вообще не люблю она идеальна тоже вот она так так ну и много-много station to station дэвида боуи янг американс дэвида боуи джетт роталсон в сунду вот перечислять долго будем в общем альбом идеальный от начала до конца не оторваться он настолько он вообще должен был бы называться по по логике этом это мои домыслы да он конечно называется к так как называется и предыдущий альбом тоже называется так как называется electric warrior но electric warrior больше подходит на мой взгляд к этому потому что это настолько электрическая музыка и я в какой-то статье даже писал что электричество течет с этого альбома когда ставишь он и проигрывать и включаешь течет электричество с него сверкающая сияющая ну может быть это не очень визуально как-то так корректно можно сказать что пластинка электрическая она искрит вся а с нее капает золото на паркет вот такое ощущение вот так она звучит пропитана электричеством со стекающими золотыми ручейками с нее глава вами дорогими чем золото пахнет духами вот так мощь тяжесть никакой прозрачности между прочим она не прозрачно она плотный очень звук жесткий гитарный добавленная струнная группа тони висконти продюсер добавил туда виолончели эти виолончели не то ля ля вам там какие-то такие эти самые псевдо симфонические штучки они играют роковые рифы то что всякие разные сейчас группы тоже пытаются делать но это так нелепо все выглядит а здесь все очень уместно и виолончели играют в меру не выходят на первый план и создают плотность и такой изысканный какой-то изысканный звук тони висконти постарался здесь он изысканный давно при этом он тяжело роковый тяжело роковой гитарной перегруженная гитара гибсон прекрасно играет марк боу на гитаре кто бы что не говорил я знаю про любимых гитаристов отечественных меломанов не могу эти фамилии даже слышать уже больше честно говоря тошнить начинает замечательная гитарная игра четкие рифы конкретные и играется хард-рок буги ритм и блюзовые штучки очищенные от всего лишнего никаких выбора вот этих лишних каких-то дел усложнений лаконично то что надо сама суть орех разбит скорлупа выброшена а плоть ореха ядро она у нас в руках на этом альбоме это полный кайф metal гуру первая вещь это одна из самых ломовых наверно песен рок-музыки соль-мажора мотану гру и если просто вот здесь и с виолончели и с тяжелым звуком гитарным и с криками болона и с пением болона и с бэк-вокалами замечательными просто просто невероятный драйв сразу ты несешься в рок-н-ролл несешься в рок-музыку все нипочем вот все нипочем все нипочем только радость музыки радость жизни радость движения любви и звука звука чудесный простой и внятной музыки которая идет от сердца приходит прямо в сердце вот так вот мистик леди раскачка медленная красивая опять таки с бэками с муж муж женско-мужскими бэками очень красиво просто такой танец не танец полет не полет но в любом случае то чего не оторваться рок-он рок-он все сказано в названии красивая мелодия прекрасный выход на рефрен с подъемом гармоническим и жесткий гитарный риф но при этом без изуверства хард рокова а как я уже говорил все лаконично то что надо сочно звонко громко и и в ритме в ритме в драйве все время в драйве не ни на секунду не отпускает the slider скользящий скользящая крадущаяся песня интимная невероятно сексуальная сама по себе по подачи по своей по звуку по интонациям болона как он поет бэби бумеранг снова будут быстро и медленно быстро и медленно да все правильно очень альбом скомпонован так как надо после бэби бумеранг которая быстрая до спейс был рикошет одна из любимейших наших песен мы играли и пели на ломаном английском языке майк ее обожал прекрасный номер плотность появляется в самом-самом конце а до этого акустическая гитара вокал болона и бас-гитара которая обыгрывает простую гармонию из трех аккордов и полутоновые полутоновые такая ходильник вниз в финале все просто доходчиво внятно и божественно идеальной красоты песня просто бьюик макейн финал hard rock hard rock как он есть со зверской тяжелой ревущей гитары марка болона ну и понятно что с ударными с басом со всеми делами просто ломовая hard rock песня на второй стороны стороны на второй стороны telegram сэм сингл хит успех радио по всем станциям просто полный кайф немножко буги немножко хард-рока немножко балладного голосом рассказывающего историю но поющего при этом никакого там spoken word нет все раз все спе так здорово все песни названные мной от них просто не оторваться они все они все идеальны они здесь выбрать лучшую невозможно ну я могу сказать что мы руку конечно который открывает альбом она сразу западает в голову но все остальное западает ровно точно так же как и telegram сэм открывающий вторую сторону туртим играм центр никогда уже не забудется только услышишь где-то три ноты первые сразу понимаешь а как сразу вспоминаем что это за песня до rabbit fighter немножко передохнем опять красиво со струнной группой медленно после танца надо сесть выпить пиво покурить до отдохнуть переброситься пары слов с товарищем или с подругой да и рухнуть дальше в baby strange после baby strange рухнуть в ballroom of mars прекраснейший номер который рифмуется со спейсбол рикошет еще одна баллада ballroom of mars джон леннон knows your name and i've seen his джон леннон знает тебя а я его видел песня про любовь песню про танцы песня про жизнь песня про то что все существует здесь и сейчас одновременно и мы живем в этом мире который который весь здесь и сейчас вот я повторюсь еще раз удивительной красоты песня просто настоятельность настоятельно советую не настаиваю просто послушайте получите огромное удовольствие от свободы от взгляда марка болона на музыку и на творчество поверх всех трендов поверх всех стилей поверх моды поверх шоу-бизнеса даже хотя конечно это шоу-бизнес куда деваться музыканты в шизофрении все живут и творчество и бизнес одновременно хотя это взаимоисключающие вещи тем не менее у талантливых людей это получается совмещать так вот баурумса в марс это еще один шедевр шариот чугул еще один хард-рок еще злобнее даже более злобный чем бьюик маккейн с адской гитарой сумасшедшие соло марка болона который умеет играть соло на самом деле умел точнее очень даже хорошо очень здорово и main man финальная песня еще одна медленная не хочется говорить баллада ну и не скажу баллада а просто очень красивая медленная песня похожая на песни дэвида боу из первого альбома со второго альбома скажем так а если честно сказать если сказать правду то песни дэвида боу и больше похоже на болона потому что боу из ходил с ума по его ранним песням но неважно пластинка шик блеск красота я пошел пить